Приветики мои дорогие. Помните я вам говорила, что не знаю, что сделать с кожей живота, чтобы мягкость украть. В общем-то я придумала. Была бы мне Дарья Витальевна, если не придумали. Сегодня я еду у нас на аппаратной пациентке, когда мы снимаем. Я вам покажу. Потому что мне многие в телек написали, что тоже такая проблема, если узнаю, что делилась. Кожа стала мягкой для тех, кто не смотрел мои сторисы, я рассказывала, но сейчас еще раз расскажу для тех, кто не знает. После похудения, то есть вес ушел резко, и получается, что кожа не успела, что ли, повторить, заширом, и надо не стимулировать. В общем, сейчас поеду, покажу. Вот я уже в клинике, простите, что в таком виде, я просто все свои проблемы сейчас Антонине Викторовне показала вот свой живот. Никаких проблем. Все великолепно. Да, зона декольте. У меня, видите, здесь пигментация ужасная. Такой красивый кабинет. И, в общем-то, знаете что, нельзя загорать, оказывается, для того, чтобы сделать самые лучшие процедуры. Вот можно это все исправить вообще, но мне сейчас фототерапия, фототерапия, это идеально. Но есть то, что можно сделать с загаром, но это все равно еще сделаем. Антонина Викторовна, это просто лучшая по всем вот этим аппаратам. Аппаратов в клинике Селин миллион. И вот она сейчас делает небольшую консультацию, мне уже сделала, для наших подписчиков, чтобы знали, кто с такой проблемой, как у меня. Что лучше всего делать? Лазеротерапия, фототерапия, совмещайте один раз в месяц несколько процедур до лучшего результата. Для того, чтобы не было пигментации, чтобы убрать эстетику, которая вам не нравится. Соответственно, улучшить качество кожи, прежде всего. Пигментация, сосуды, выровнять кожу. Вот это у меня все, да. Да, улучшить качество кожи, это все делать. Но единственное, что нельзя загорать. Месяц нельзя загорать, потом, соответственно, когда мы начинаем все это делать, загорать, соответственно, пока мы курс не пройдем, загорать нельзя. А сегодня, ну, раз уж приехала, мы сделаем эндосферу, да, что решили? Ну, я думаю, что сделаем пока эндосферу. Мы решили сделать хайдер фэшн. Этот аппарат я ни разу еще не делала. И на зону декольте, и на живот, собственно. Да. Шея, декольте, живот. Сама даже не знаю, как он будет действовать. Ну, собственно, сейчас вам будем снимать, сама впервые. Мы все делаем для того, чтобы выровнять кожу, выровнять на кожу. Да. Вот оно, вот оно, что это такое. Если бы мы знали, что это было. Но мы же не знаем, что это такое. Мы решили сделать им лицо эту процедуру, потому что она реально очень хорошо выравнивает тон лица, убирает купидоны, ой. Комедоны. 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 Купидоны. В общем-то, пигментацию. Вот это все. Прячек от шелушивой, да? На верхний слой от шелушивой. Отверанивает тон, цвет кожи. Работая с гиперпигментом. С пигментом. Уже по-русски начали. Вот у меня пигмент в том, что он стоит. К сожалению. В общем, у меня есть все, от чего хотелось бы избавить. Вот избавляемся. Сейчас вам покажем, как действует. Протедура. Вот он аппарат. Американский аппарат. Он вообще такой нашумевший во всем мире его используется. Вот эта кожа, которая сушится на фоне инсуляции, солнца, как раз таки здесь будет потом дальше заходить на сыворотки. И она поможет нам изнутри увлажнить кожу. И расправить вот эти мелкие морщины. И поухаживать за сосудиками. Белые игруочки. Убираем шеточку. И, кстати, после этой категории нет, то есть, ну, каких-то потом следов. То есть можно в этот же день... Да, сразу идти на мероприятие. Делать мейкап. Наоборот, мейкап ложится очень хорошо. Ровно. Кожа потом нет вот этого салоотделения. Котообразование. Потому что кожа очень хорошо как-то эматирует. Эффект кожи. Мы сейчас делаем... Это алмазное микродермабразие. Здесь такое алмазное напыление. Насадки. И она по пластикам чистим кожу. Здесь провести рукой, когда кожа сразу становится гладкая. И даже если... Реально подбородок вообще-то приятненький стал. У меня прям здесь были такие хоринги. Я их сейчас не чувствую. Такое, как шелушение, как шероховатость. Вот это шероховатость. Второй этап у нас и сыворотка подается. Эксвалиансная. Сыворотка здесь и увлажняет. И очищает. Нос, щечки, лоб. Она такая более глубокая. Вот такая насадка у нас пошла, которая... Экстракция, да. Точечная. То есть, самая, где проблемные зоны. Зазубренная, да. Они все... Это альгинатная... Космара. Маска. Испанская маска. Мы сейчас уже добавляем гель. Вот этот порошок. Порошок у нас здесь с витамином С. Для осветлений и тонизации. Витамин... И вычтем у нас. Так, происходит... Уже все готовое. Это очень хорошая фирма такая. В общем-то, сегодня я у вас буду красавицей. На аппарате Платон. Это специальный коврик. Чтобы у нас не было обморожения тканей. Мы его наносим. И сверху ставим такую насадку. Которая у нас будет идти в течение часа. Тканей замораживает до минус 9 градусов. Таким образом мы уменьшим здесь подкожно-жировую клетчатку. Работаем только лишь с подкожно-жировой клетчаткой. Не затрагиваем ни сосуды, ни другие органы ткани. Только подкожно-жировую клетчатку. Но и кожа сахарная клетчатка. Здесь при уриколизе, прежде всего, уменьшается объем. Кожа тоже хорошо выравнивается. Подкожно-жировая клетчатка. А на лазер уже восемь. Ну да, поскольку у нас сейчас лазер невозможен. Непосредственно вот это возможно. Очень чекотно. Вау, мамочки. Необычные ощущения. Да, Виталина, вы прекрасны. Это мой лучший вид, я считаю. Это мой лучший вид. Ну все, теперь ждем. Здесь вот у меня жирок мой зажат. Еще 15 минут осталось лежать. На самом деле, знаете, вот многие пишут, зачем ты это все показываешь. Ребят, а потом не рассказываешь вам, вы говорите, как. Вот эти истории для тех, у кого такие же проблемы, как у меня. Так развидаем. Видите, такой здесь сейчас идет синева. Ну там все заморожено. Ай, ой, ой. Ну не сильно больно, на самом деле, больше кряхтю. И сейчас еще ультраформер, да? Ультраформер это такой, да, лифтинг, как раз, чтобы нам забрать все складочки, всю кожу, выровнять кожу. Максимально сделать красиво, красиво. Ультраформер. Такой вот аппарат на животик. Мой сегодня многострадальный. Сейчас после криолиполиза. Да. Максимально безболезненно и максимально эффективно. Мне сказали, что у меня будет нефиг. Но я довольна. Еще, кстати, кремики купила. Могу рассказать, отразаться себе. Вот, сосудов, грубо говоря. Вот, смотрите. Клиника, у нее два адреса. Вообще просто бомба. Обязательно, если у вас есть проблемы с животиком. Ну вот я на очистку сходила, видите, уже все красота прошла. Все распадает. Здесь. Ну, животик просто. Кожа уже другая. Я кайфую, конечно. Все, пошла. Пошла. Покажу то, что я купила. Это косметика, я так понимаю, Абаджи. Посмотрите, вот этот крем. Если у вас есть проблемы с сосудами, он не сильно дешевый. Ну, вообще не дешевый. Ну, на мой взгляд. Но он очень помогает справиться именно с розовостью вот этой, как он на лице. Если вычесал лицо, еще что-то наносить надо на ночь. Офигенный. И вот эта умывалка. Ее понадобится совсем чуть-чуть. Тоже на ручку с водой. И умываетесь. Увлажняет кожу. В Москве новое правило, что можно есть только на Голландии. Вот. Мы, собственно говоря, после всех дел с кастишкой решили перекусить. Вкусненько. И в книге. Вы, кстати, не видно, что еще. Да. Вот такие вот. Сказали опять бунканчики. Миссый супчик. И это вообще что это такое? Это ролл с угром. А, с угром. Ммм. А сейчас будет вкусненько. Другой момент, ребят. Многие мне начали писать еще в Дирек, что вот я делала какую-то процедуру. Она мне там помогла, не помогла. Ребят, все дело в клинике. Куда вы обращаетесь? Во-первых, многие аппараты, к сожалению, там кто-то где-то подделывают. Где-то уже у них срок годности вышел, а их все равно используют. Поэтому я вам показываю клинику, где делаю я. Потому что она проверенная. Это крупная. Там и пластика есть. А здесь все на свете. То есть это реально крупная клиника. Там все аппараты лицензированные, все очень крутые. У них есть просто все аппараты, которые только могут пригодиться. Если вам нужна качественная именно аппаратная процедура, то можете смело сюда обращаться. Потому что всю аппаратку я делаю только там. И уже не первый раз, и не последний. Спасибо большое. День у меня сегодня будет интересный. Потому что у меня сегодня еще будет очень приятная новость. Но самое главное мне сейчас разобрать вот это все добро. Все по полочкам. Сейчас все просто скину и буду собирать заново. Но зато меня сегодня ждут две офигенные вещи. Даже со своих полосочков. Oral Pro. Надо заказать всего лишь. О, боже. У меня всего лишь одна осталась. А, две. Сейчас закажу еще. Потому что зубки я отбеливаю только ими. Потому что и не больно, и у... Не больно. Безопасно. Накопительный эффект. Американские полосочки вот именно здесь только надо заказывать. То есть если вы тоже любите домашнее отбеливание, только вот на этой страничке. Потому что у них оригиналы. Я сегодня уже отбелила. Всего лишь две остались. А тут у меня вообще очень все разнообразно. Вот платье с перьями. Цветочки. Вообще я люблю женственность, честно вам скажу. И такие костюмчики. Что только нет. Вот это, кстати. Вот даже какие-то базовые вещи. Я стараюсь выбирать яркого цвета. Я вот люблю. Все яркое, все женственное. Сейчас кардиганчик. Вроде как просто за детьми на прогулку. А кардиганчик яркий. Настроение сразу яркое. Хорошее. Про хорошие новости. Приехал папулечка. Ура. А чуть попозже скажу нашу хорошую. Вторую новость. У меня была огромная проблема. Потому что я очень и очень боялась ездить за рулем. И сейчас я все-таки привык вот к маленькой машине. Эта вторая у нас большая очень. И мне прям на ней страшно. Вот за рулем маленькой машины мне комфортно. Смотрите. Я все-таки настоятельно рекомендую сдать анализы на витамины. И проверить. Потому что кому-то может не хватать там витамина D. Кому-то витамина C. Еще чего-то. Это может только врач определить. Для этого нужно сдать кровь. Вот. Сделать лучше так. Что касается меня. То есть я на постоянной основе всегда просто пью омегу. 369. И еще витамин D. Мне всегда вот он нужен. Тоже без него я как-то такая энергичная. Вот. А остальное. Вот это да. Придеть вперед. Долго не упади. О. Папа приехал и сразу парней на торники повел. Да. Монечка. Мы четыре дня в пути ехал. Зарос. Мой пет. Ну. Ну. Вообще-то я зарос не за то, что четыре дня в пути. У меня за четыре дня столько не растет. Ну. Да. Ну ничего. Я ж тебе давно как-то пожили. Пляшивая какая-то. Пляшивенькая. Пляшивый кот. Котик мой сладенький. Ну туда чем. Иди сюда я тебе ходю. Ладно. Вторая хорошая новость. Приехала моя малышка. Есно что надо ее помыть конечно. Но теперь я не буду бояться ей за рулем. Потому что она большой я боюсь. Мою девочку маленькую приехала. Ну все. Нам теперь ничего с ней не страшно. Красотка моя. В общем у меня самая чудная кошка на планете. Она залазит вот так под одеяло и спит под ними. И сейчас она знаете почему крякает? Погладь меня. Ну типа вырезала наконец-таки. Гладьте меня. Да. За этим вырезала. У тебя еще и умыть надо. Что у тебя там за... И хватит здесь. Хватит здесь шерсть твою распидывать. Вот. Пущу, 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 пущу. Ох. Приятно. Кошке да? Вот так вот. Вкладьте меня. Я буду атаковать руку. Ну может только ненавидящимая. Я да кстати не разобрала. Так лень блин. Ну сейчас буду. Так. Смотрите сейчас буду к руке моей тулиться. Типа что рука без дела лежит? Приходит меня да? Просит, просит. Вот сейчас будет тулиться. Все типа. Вот смотрите все. Вот так ты хотела да? Так. Честно говоря пока не хочу комментировать свое мнение по поводу прививок. Потому что здесь у каждого своя голова должна быть на плечах. И ни с кем спорить там убеждать свое мнение я вообще не хочу. От слова совсем. Да все верно. Она уже пробыла свой положенный срок в Турции. Больше ей там находиться пока нельзя. Уже я без укладки. Не накрашенная. Спасибо фильтр что вы есть. Ну так вот по делу. Вот сейчас либо новую будем машину возить. Либо новую. Сейчас мы в раздумьях гнать или покупать здесь машину. Потом гнать на какое-то время туда. Или уже купить там и собственно говоря не париться. Ну сейчас думаю просто единственное что в Турции машины дороже чем в России. Только из-за этого думаю. Какие процедуры скидку могут сделать. Могут подарить какую-то процедуру. Ну в общем то если знаете дают бери бьют беги. Я все равно делала бы и платила бы просто за это. Иногда просто ну есть какие-то скидки. Дорогие все таки пошла да разбирать. Все это. Аллилуйя. Вот. Пошла включу фильм. Поэтому вы задавайте дальше свои вопросы. А я как разгребу. Буду на них дальше отвечать. Помощница. Не фига вы мне помогаешь Мышань. Кс-кс. Кс-кс. Еще отвечу. Любимые 24к и молекулы. Она внизу у меня лежит в сумочке. Молекулы розовые мне очень нравятся. Все духи я всегда заказываю только у трех парфюмеров.ру. Решили сегодня на завтрак поехать в кафе. Лень. Привет. Неохот готовить. Вот бывает. Вроде сегодня солнышко обещает с собой порадовать нас. Площадку закрыли, пап. Площадку закрыли, пап. Давидик, кто смотрел «Семейку Крутц» и видел там такого героя, на главном мальчике висел ленивец. И вот если бы про нас снимали этот мультик, то на папе бы висел Давидик. На папина барсетка. А на тебе бы висел Тёма, но его бы ноги болтались с попом. Да, да. Сейчас я вам приложу фото, чтобы вы понимали, о чем идет речь. А ты на мамочке бы висел. Он и так на маме. И все. До годика прошло. Угу. 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 Кстати, у меня похудел. Худенький тоже стал. Семейство дрожжей скоро будем. Впрочем, и в Москве можно найти растительность на деревьях. Конечно, она не такая яркая, как в Турции. Но сейчас я ее даже съем, пожалуй.